Лёгким движением руки озеленитель превращает густые заросшие кустарники в аккуратно ровную подстриженную живую изгородь. Сегодня Михаил Маслов работает на Верхней Дуброве. За день ему предстоит обработать участок от поворота с проспекта Ленина до перекрёстка с улицы Василисина. Бензоножницы ему в помощь. С помощью них он отсекает всё лишнее. Справа, слева и сверху. Ну вот режущая кромка, вот сами ножницы. Они входят вот так вот, туда вперёд-назад. Острые, не острые? Острые, конечно, да. Из приют? Нет. В кустарнике нет. А если густой? Ну нет, в кустарнике в самом нет. Если в деревяшке какая-нибудь будет, то могут застрять. Через каждые 40 минут работы 20 на отдых. Инструменту надо остыть. Да и бензин вместе с маслом залить необходимо. А ещё, во время перерыва, общение с народом. Прохожие интересуются бензоножницами и предлагают мастеру различные варианты стрижки кустарников. Спеша, она не шибко-тяжёлая эта вещь. И не спеша делать такой размер. Он может её и круглой сделать. Может квадратной. Можно зайца. В этом году МКУ благоустройство закупило средства малой механизации на 1 миллион рублей. Среди них триммеры, бензоножницы, газонокосилки. Весь инструмент необходим для того, чтобы зелёные насаждения радовали глаз горожан не только своей яркостью, но и ухоженностью. Это производится два раза за сезон. Первый раз это вот в конце весны и летом приведение в надлежащее состояние кустарника. И второй раз уже перед уходом в зимний период. Во Владимире 16 тысяч погонных метров живой изгороди, а в группах кустарников свыше 3,5 тысяч штук. Горожане работу мастера оценили. Безусловно, подстриженная живая изгородь кустарников смотрится и красивей, и аккуратней. Вот же лучше где стриженный, да? Ну да, в принципе и для автолюбителей удобнее, что никакая там не выскочит кто-нибудь из-за пустов, особенно если они будут находиться рядом с дорогой. Вам нравится эстетический вид? Не нравится вот кустарников? Нравится, почему нет? Свет цветет. Заросшие они, не заросшие? Ну аккуратнее, конечно, как по стриженым. Однако не только МКУ благоустройство несёт ответственность за цветочную красоту и эстетический вид зелёных насаждений. Немало в этом вопросе зависит и от управляющих компаний. Их обязанность следить за озеленением во дворах. Должны к этому приложить руку и сами собственники квартир. Алексей Дудин, Артём Горчаков, 6 канал.